Местные говорят, выяснили о том, что эти пожары, они были организованы, они очень четко на определенном расстоянии были организованы, то есть из дров, значит, из поленев создавались эти костры вокруг дерева, одновременно были поджоги, одновременно, представляете? И снова добрый день, друзья! Для тех, кто не так давно следит за моим каналом и новостями вообще, я поясню. Сергей Зверев сам сибиряк, родился и вырос в Забайкалье, у него в Сибири знакомые, связи, он общался с ними и не выдумал то, что говорит, а узнал от них. И это подтверждает наши самые худшие опасения. Где прокуратура, где следователи, где депутаты, где, наконец, сам президент? Уже все в отпусках? В том числе, совсем недавно имя Зверева широко обсуждалось в связи с его протестом против строительства заводов на берегу Байкала. Он выходил на пикеты трижды и в третий раз его заметили, новость подхватили и в результате строительство таки было остановлено. Именно то, что мы можем сделать, поднимать шумиху. Друзья, активнее, лайки, репосты, развернутые комментарии, хотя бы 5-6 слов и слова Сергея услышат. Возможно, лучше услышат, чем мои или Татьяна Давыденко. Самого Сергея после пикета у Кремля, кстати, затаскали по судам и оштрафовали. Всем привет. Хочу обратиться ко всем неравнодушным людям. Горит Сибирь, Дальний Восток. Огромное количество леса горит. Людям нечем дышать. Я считаю, что это такая глобальная катастрофа. И с этим, конечно же, надо что-то делать. Вот это слова достойного россиянина. И во что бы он ни был одет, я всегда с радостью пожму его руку. И даже если вы скажете, что он... Он так просто себе популярность набивает. Знаете, популярность можно достигать по-разному. Кто-то ради этого голым снимается. Другие известны потому, что миллиарды воруют. А если человек прославился научным открытием или защитой Байкала, он это заслужил, честно. А есть и другие звезды. Максим Галкин. То, что происходит, на мой взгляд, в соцсетях по поводу пожаров, не имеет никакого отношения к борьбе за экологию. Дело в том, что у нас страна, которая постоянно борется с последствиями. Вот когда уже все горит, начинается орб. Да-да, Максим, ты прав. Именно поэтому я в своих видео говорю четко. Усса в отставку. Расследование по всему региону и посадка всех причастных. Обязательно изучить работу компании «Илимпалп» и причастность Дмитрия Анатольевича Медведева ко всем мутным схемам. Ведь в этом причины есть или как? Более того, я вам хочу сказать. Еще год назад горело примерно такое же количество сибирских лесов. И два года назад горело такое же количество. Но тогда не модно было об этом заботиться в социальных сетях. Не было гламурных девиц, которые выставляли свои охи и ахи по этому поводу. Так вот, я вам скажу. Дело в том, что... Ну так может это и хорошо, что люди начали обсуждать такие серьезные вопросы, а не кто с кем переспал из звезд? Не новое шоу на ТНТ. Ах да, Максик, это ж ты теряешь аудиторию. Ну понятно, понятно, почему ты против. Тебе не выгодно, чтобы народ реальной жизнью интересовался. Ни МЧС, ни пожарные на данный момент ничего с таким огромным регионом пожара поделать не могут. Эти 3 миллиона гектаров, которые горят, не могут быть потушены, потому что у нас нет ни мощностей, ни финансов для этого, ни человеческих ресурсов. Когда вы говорите, вот мы помогаем Сирии, Греции... Нет, Максимка, ты не понял. Губернатор УС не сказал, что сделать ничего нельзя, ребята. И он не стал тушить пожары еще месяц назад, когда они были маленькие. Он не попросил дополнительных денег, не поднял шум. А сейчас уже оказалось, что сделать-то ничего нельзя. Как же так вышло? Я вообще не знаю, как у Галкина соображалка. Все, что я о нем знаю, это что у него специфические предпочтения, и он когда-то вел, кто хочет стать миллионером. Может он всегда так тупит? Объясните мне. Ну и самое веселое. Дело в том, что в крови у нас, у нас с вами, это в традициях, у нас нет заботы о родном крае. У нас не заботятся о лесах. Вы обвиняете чиновников, но чиновники к вам прилетели не с Марса. Это такие же люди, как и вы. Это не инопланетяне, которые вами так бездарно управляют. Вы их выбрали, мы их выбрали, я их выбрал. Вот они как могут, так и заботятся. Вот так вот. Россия по логике Галкина так плохо живет, потому что народ наш быдло, а родине не заботятся. Ну кто, как не быдло, плюет на собственную страну, на свой край? И поэтому выбирает власть такую же себе, быдловатую и равнодушную. Народ заслуживает своей власти. И сегодня мне особенно грустно думать, что, хотя принципиально Галкин не прав, но народ наш в массе своей и мусорит, и траву палит, и рыбу глушит, и машину у речек моет, и батарейки в мусорку выбрасывает. А надо в жек сдавать. А на этом у меня все. Друзья, надо держаться вместе, вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты, ваша активность помогает распространить правду. Жду ваших комментариев, и до встречи уже завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok